Мусорная проблема Вечерке 20 лет. Кто создает любимую многими газету? Я считаю, в Вечерке собралась на сегодняшний день до такой степени интересная команда. Для посетителей бассейн закрыт, чем знаменит Кубок Сибири по плаванию. Что говорить про 90-е годы? Тогда вообще никто не думал о спорте, поэтому и пришлось вот эти соревнования изобретать, так скажем. Добрый вечер, в эфире информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. И сегодня начнем с материала, который вновь сподвигли ваши звонки. Взялся за гуш? Не говори, что не дюж. Жители дома номер 155 по улице Северо-Западная ищут, кто починит им батарею. По идее, это должна сделать управляющая компания, которая взялась обслуживать дом. Но ее сантехники почему-то не спешат это делать. Что еще мешает наслаждаться жизнью жителям пятиэтажки, узнавал Алексей Янкин. Нервы жильцов дома номер 155 по Северо-Западной накалила до предела вот эта батарея. Старшая по подъезду Валентина Шамаева говорит, не успели работники управляющей компании «Центральная» заменить старую прохудившуюся батарею, новая побежала пуще прежней. Перед ней, которая стояла, с марта того года бежала, и все говорили, вот подождите, потерпите, отопительный сезон закончится, будем делать. Отопительный закончился в мае месяце, я все лето билась, осень, и вот, наверное, месяц назад нам ее поставили. Только потому, что мы вызывали сюда товарища из ЖКХ города. Батарея течет вторые сутки, очинить никто не спешит. Кредит доверия управляющей компанией «Центральная», которая обслуживает дом, четвертый год, уже исчерпан. Но дело не только в батарее. Подъезд, например, пришел в плачевное состояние. Но, пожалуй, больше всего портит жизнь обитателям квартир мусорная свалка. Разрослась до таких размеров, что еще немного и будет касаться кроны деревьев. Жалуются на мусорное изобилие и вся округа. Мусорка растет с каждым днем. И это, конечно, неприятно смотреть и жильцам, и здесь дети, и все это. И вообще антисанитария. И, конечно, этой компании стыдно бы руководителя сюда привезти, и пусть бы он посмотрел. Ответ на вопрос, когда будет положен конец коммунальным неудобствам, наверняка знают в управляющей компании. Ее специалистов мы попросили прокомментировать ситуацию. По текущей батарее, значит, в декабре месяце были заявки на текущую батарею. Батарея была старая, поменяли ее в декабре на новую. Буквально вчера была заявка от старшей по подъезду Валентины Михайловны, то, что батарея подтекает. Подтекает совсем немного. Поэтому заявка не аварийная. Сегодня на два часа ее поставили на исполнение. По площадкам там все, конечно, намного серьезней. Ситуация такая. С октября месяца у нас загвоздка, мусоровывозящая компания не выполняет свои договорные обязательства, как таковые. В ноябре у нас получились у них поломки с техникой и так далее. Какая мусоровывозящая компания? Экостандарт. У нас договор с экостандартом. И вот эти накладочки пошли. Я думаю, что будет решаться вопрос по актированию вот этих зачисток, которые должны по договорам выполняться и не выполняются. То есть будет решаться вопрос на уровне руководителя, чтобы актировать ежемесячно. То есть по факту. Мы не знаем, явилось ли это следствием приезда нашей съемочной группы, но уже в час дня на свалке рабочие приступили к уборке мусора. Осталось только дождаться специализированной техники. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город». Проблема с мусором в Барнауле обострилась во время большого снегопада в декабре. Контейнеры и подъезды к ним напрочь замело. Постепенно в некоторых дворах и на некоторых улицах все-таки удалось справиться со сложностями. Но, как показывает практика, не везде. Это подтверждает и наш опрос среди горожан. Довольны ли они качеством вывоза ТБО, выясняли мы сегодня. У нас очень чисто во дворе. Контейнеры полные стоят. Мусоропроводы все засорены. Какая обстановка? У нас лично на дворе этого нет. Потому что у нас ТСЖ дом новый. Поэтому у нас уже следится правление дома. Поэтому проблемы такой у нас нет. С нашей стороны здесь неплохо вывозят. Мы живем на 59. Хорошо все следится здесь. Все порядок всегда. Все аккуратно. Очень плохо. Вот мы живем в 59 доме. У нас постоянно, то есть, ну, мусорку вывозят, а постоянно все этот хлам все время лежит. Хотя они говорят, что мы каждый день приезжаем, завозим, вывозим. Отвратительно. Плохо, очень вывозится плохо. А вот у вас лично там на улице? Да, да, да. Вот в нашем районе, там вот в районе центрального отдела милиции, там рядышком недалеко. Очень плохо вывозится. Я в Невском живу, и там все хорошо. Я в своем доме живу, я сам мусорную, так что там все отлично. И все-таки к весне в Барнауле намерены решить основные проблемы по вывозу твердых бытовых отходов. Сегодня об этом заявил градоначальник. Жители частного сектора, которые столкнулись с мусорной проблемой, во время личного приема обратились к Игорю Савинцеву. Подробнее об этом Лариса Куренкова. На бульваре 9 января, похоже, это единственное злачное место. Остальные контейнеры в порядке, а вот у дома 69Б целая свалка. Жители жалуются, мусор здесь не вывозят почти месяц. Кстати, на улице работает сразу две мусоровывозящие компании. Как раз этот участок обслуживает экостандарт. В компании заявили о поломке двух машин. Техники не хватает. Надо как-то наводить порядки. Убирать это все. Это же все разносится. Собаки носят, посмотрите, по всей улице пакеты валяются. Кстати, накануне вечером свалку все-таки убрали. Тем не менее, сын Татьяны Русановой, Александр, сегодня пришел на личный прием к градоначальнику со своей проблемой. Игорь Савинцев не отрицает. Сейчас это боль не только одной единственной улицы в Барнауле. Поэтому в городе уже разрабатывается комплекс мер, чтобы немедленно навести порядок. Первое, с чего необходимо, наверное, решать и разбираться в этом вопросе, это все-таки надо четко понимать всю схему вывоза твердобытовых отходов в городе Барнауле. Вот поэтому сегодня схема по вывозу, она в завершающем варианте буквально скоро будет готова. При такой схеме, подчеркнул сити-менеджер, исключается ситуация, которая характерна в том числе и для бульвара 9 января. У каждой мусоровозящей компании будет свой сектор обслуживания, а не контейнеры на одной и той же улице, но с разницей в несколько метров. Кстати, муниципалитет также намерен оказать поддержку в материально-техническом плане. Семь новых мусоровозов скоро будет приобретено в помощь организации. Между тем, за исключением городских властей, в решении проблемы вывоза ТБО должны участвовать и сами жители частного сектора. Ведь лишь 36% из них заключили договоры с мусоровывозящими компаниями. Остальная часть жителей считает, что мусор должен вывозиться сам по себе. А я понимаю, что когда мы с вами идем в магазин, покупаем продукты, покупаем тот же пакет, который затем утилизируем, за пакет мы с вами платим. А вот за то, что его вывозят, почему-то считаем, что его платить не надо. Игорь Григорьевич поблагодарил жителя за то, что не остался равнодушным и пообещал держать ситуацию на личном контроле. Он заявил, проблему мусора нужно решать именно зимой, ведь летом к неэстетичному виду свалок могут добавиться еще и вопросы антисанитарии. Допустить этого городские власти не могут. Лариса Куренкова, Николай Шелко, информационный канал «Город». В Алтайском крае в 2013 ожидается демографический бум, а школам России предлагают три инструмента для воздействия на нарушителей дисциплины – замечания, выговор и отчисления. Далее традиционный обзор новостей социальной сферы. Этого события ждали более 22 лет. В прошлом году в Алтайском крае появилось на свет более 33 тысяч детей. Максимальный показатель за многие годы. По словам губернатора региона Александра Карлина, если темпы рождаемости будут сохранены, текущий год может стать периодом, когда рождаемость превысит смертность. Тенденции, которые способствуют бэби-буму по-алтайски, необходимо закреплять и развивать. Для этого нужно обеспечить малышам комфортные условия для дошкольного и среднего образования. На торжественной регистрации 33-тысячного ребенка глава региона отметил. Дополнительные новые жизни появляются у нас в семьях с тремя и более детьми. В прошлом году в 4577 семьях дети появились на свет третьими и последующими. Это на 849 рождений многодетных семей больше, чем в 2011 году. Министерство образования и науки опубликовало на своем официальном сайте проект приказа, в котором говорится, какие санкции в каких случаях можно применять к школьникам. Согласно этому документу на учеников можно воздействовать тремя способами – замечания, выговор и отчисления. Отчислить из стен общеобразовательного учреждения можно только тех, кому исполнилось 15 лет. Грубыми нарушениями дисциплины считаются появление на уроках в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершение на территории школы проступка, который попадает под уголовную или административную ответственность за хулиганство и так называемое аморальное поведение. В этом списке числится и невыполнение учебного плана. Отчислить за эти провинности теоретически будет можно, но, по словам директоров школ, на практике такое встречается крайне редко. Если ребенок будет исключен, куда он пойдет? Естественно, он не хочет учиться, он не хочет работать, родители с ним не справляются. И этот ребенок, он пополнит какой-то такой негативный социальный пласт, и поэтому на практике дети редко очень исключаются. Сегодня крещенский сочельник, а уже завтра все желающие смогут укунуться в прорубь в честь православного праздника. Крещенский городок на речном вокзале уже готов для купания. Установлены две бани, облагороженная территория, сооружены кабинки для переодевания. Кстати, омовение в купеле не является обязательным, и церковь не призывает верующих погружаться в ледяную воду. Это каждый решает для себя индивидуально. Крестный ход начнется в 11.30 от Никольского храма. Далее люди двинутся к речному вокзалу, где пройдет служба. Ну а уже после каждый желающий сможет искупаться в проруби. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин, информационный канал «Город». Важная новость. Самые различные вопросы поступают на телефон горячей линии у ФНС России по Алтайскому краю. Жители региона интересуют, кто обязан подавать декларацию, куда ее нужно представить и в какие сроки. Напомним, с 9 января 2013 года инспекции края приступили к приему деклараций по форме 3 НДФЛ о доходах, полученных физическими лицами в 2012 году. Она завершится в конце апреля. Оплатить налоги необходимо будет до 15 июля. В этом году налогоплательщики могут подать декларации не только в обычном бумажном формате, но и при помощи программных средств. Бланки декларации можно скачать с интернет-сайта у ФНС России по Алтайскому краю. Использование программного средства значительно упрощает заполнение декларации и помогает избежать ошибок, так как в автоматическом режиме в случае ошибки требует корректировки. Самая массовая категория налогоплательщиков – те, кто получил доходы от продажи недвижимости, принадлежащие им на праве собственности менее трех лет. Супернасыщенная суббота ожидает барнаульцев в этот уикенд. Это что касается общегородских мероприятий. С утра успеваем приобщиться к древней православной традиции, а вечером идем на спортивный матч или на премьеру спектакля. Подробности расскажет Алексей Янкин. 19 января православные отмечают праздник – Крещение Господне. В Никольском храме в 9 утра начнется Божественная Литургия, а все основные мероприятия Святого дня пройдут на речном вокзале. Юных барнаульцев приглашают к участию в открытом первенстве Сибири по зимнему автокроссу. 19 января на территории неподалеку от супермаркета Лента пройдет его третий этап. Состязание открытое. В заездах будут соревноваться дети от 5 до 12 лет. Начало стартов в 12.00. Премьера спектакля в эти минуты идет в драме. Постановка называется «Никио и великий самурай». Историю самурайских разборок поставил главный режиссер театра Илья Ротенберг. Насладиться экзотическими декорациями, сценическими боями и трюками можно будет и завтра, 19 января. Повторный показ премьерного спектакля в 17.30. Интереснейший матч баскетбольной суперлиги ожидается в эту субботу. В спорткомплексе победа сойдутся Барнаульский Алтайбаскет и команда «Союз» из Заречного. Матч начнется в 17.00. Адрес спорткомплекса, кто не знает, улица Антона Петрова, 146 Г. Алексей Янкин, информационный канал «Город». К другим темам. Вот так, незаметно и пролетело 20 лет. Времена меняются, а вечерний Барнаул остается. За всю историю вечерки было всякое. И трудные 90-е, когда люди работали без нормальной аппаратуры. И сумасшедшие двухтысячные. Но всегда, при любых обстоятельствах, свежий номер появлялся точно в срок. В преддверии юбилея Маргарита Белова и Александр Морозов познакомились с теми, кто делает самую любимую городскую газету. Знакомьтесь, главный редактор вечернего Барнаула Генри Рор. Пунктуальный, ответственный, строгий, тонкий психолог, умный стратег, профессионал и большой молодец. Так о нем говорят коллеги. А еще, как говорит сам, он чуть-чуть француз, немного немец и, конечно, русский. Свободный от работы время, а его не очень-то и много, увлекается генеалогией. Знай свою родословную до 17 века. Своим коллективом искренне гордится. Вот сказать, замечательный коллектив, да? Это, может быть, даже не полная характеристика того, какой он на самом деле замечательный. Я считаю, в вечерке собралась на сегодняшний день до такой степени интересная команда, которая, работая по разным направлениям деятельности, взять что отдел распространения, что отдел рекламы информации, что журналистский наш корпус. Везде звездочки. А это молодая девушка Ольга Тарасова, дизайнер-верстальщик. Именно с ее легкой руки вечерний Барнаул имеет свой неповторимый стиль. Проводя весь день за компьютером, невольно задумаешься о вредных излучениях. Коллекция кактусов на окне надежно оберегает свою хозяйку от неблагоприятных воздействий. Желтые, фиолетовые, маленькие, большие. Каких только колючек здесь нет. Среди ежиков есть всеобщий любимец Макарчик. Это талисман креативщиков. Ну, нравятся они мне. Они красивые. У них колючки на цветы похожи. Даже если они не цветут, они все равно эстетически очень красивые. И плюс необычные. Десять лет Станислав Сидоркин ведет одну из самых читаемых, юридически ответственных и сложных колонок. Стас пишет о криминальных событиях. Задумчивый и сосредоточенный, он единственный, кто скурпулезно ведет подшивку номеров газеты. Никогда не опаздывает. А чтобы хоть как-то отвлечься от очередных учений или рейда по неблагополучным семьям, парень увлекается резьбой по дереву. Умеет даже картины крестиком вышивать. Потом вот стало печатное. Картины делать на холсте. Тоже создается в компьютере. Потом распечатывается. У специальной фирмы на холст. Покрывается лаком, вставляется в рамку. Получается картина. Рабочий день сотрудников Вечерки традиционно начинается с кружки кофе. Без нее утро не утро. Новости не новости. И ходит, и ходит, и ходит, и ходит. Воды на них не напасешься. Кстати, тема для свежего номера обсуждается за тем же ароматным напитком. Все городские новости от мастерицы Марии Петровны, живущей в соседнем дворе, до парадных совещаний, проходят здесь тщательный отбор. И только действительно интересные, актуальные известия появляются на страницах газеты. От Барнаула и до Нью-Йорка Газет немало, плюс интернет. Но есть Вечерка, у нас Вечерка, для вас Вечерка, одна такая на весь свет. Какая будет новая неделя? Кто они, герои Барнаула? Узнаем из Вечерки. Так же, как и 20 лет назад. Маргарита Белова, Александр Морозов, информационный канал «Город». Настало время обзора событий культуры. В проспекте выставка под названием «Идентичность», в Шишковке «Каменный цветок», а в Театре драмы «Новая портретная галерея». Елена Кузовкина подробнее об этом и не только. В выставочном зале библиотеки имени Шишкова экспозиция с поэтичным названием «Каменный цветок». Это результат трехлетнего творчества художника-скульптора с не менее поэтичной фамилией Родина. Уже два года создатель этих симпатичных изделий живет в Барнауле. Юность провел в Горно-Алтайске. Все и началось именно с гор. Белуха, сказка, синюха оставили неизгладимые впечатления. Они подсказали Игорю Родине его дальнейший путь. Здесь работы из камня, глины с добавлением аметиста и хрусталя. К сожалению, мы случайно разминулись с автором, хотя очень хотели познакомиться. Сделаем это обязательно уже в понедельник в традиционном интервью. Наделены каким-то смыслом, какими-то тайными желаниями, мыслями. И каждый человек может приобщиться к ним, увидеть что-то свое, уникальное. Потому что автор вкладывает душу в свои изделия. В галерее «Проспект» тоже новая выставка фотографа из Ташкента, Анзора Бухарского. Называется «Идентичность». Автор решил показать огружающую действительность, такой, какая она есть на самом деле. Не разделять ее на своих и чужих. На его снимках все равны, все достойны доверия и любви. Фотографы интересуют повседневный быт обычных людей. Ему интересно показать, чем они живут, что едят, где трудятся и как отдыхают. Это и становится основными сюжетами работ Анзора Бухарского. А вот в Краевом театре драмы обновили портретную фотогалерею. Прежние изображения артистов красовали здесь долгие годы. Были сделаны театральным фотографом Виктором Сотниковым. Над этими фотообразами потрудился Андрей Луковский. Второй сезон он работает в драматическом. 46 портретов во главе с директором и главным режиссером результат огромного совместного труда. С каждым проводили индивидуальную фотосессию во время летнего отпуска. По словам Андрея, чтобы работать с актерами, нужно самому быть чуть ли не режиссером. Они привыкли играть на публику, менять свой внешний вид и характер. Но с фотопортретов на зрителей должен смотреть все-таки человек, а не герой спектакля. Мне очень нравится, что, я даже не знала, что так будет, что на фоне фотографий и именно отрывков из спектакля есть вот эти нижние куски. Это актеры там совершенно не заняты могут даже быть. Это просто из архивов уже, которые списаны, и многие спектакли, которых нет. То есть такое воспоминание хорошее об этом и во всем. Кстати, сегодня в Театре драмы состоялась первая премьера этого года «Никио и великий самурай». В истории, где речь идет о завоевании власти с оружием, в руках, конечно, не обошлось без боев. Для постановки сценических сражений и трюков был приглашен мастер боевых искусств. Кореец Пак Хексу. Актер, каскадер, преподаватель ГИДИСа помогал артистам театра осваивать японское оружие. За несколько часов до премьеры он давал им последние рекомендации. Что из этого вышло, некоторые зрители уже оценили. К слову, постановка длится час, смотрится на одном дыхании, премьерные показы завтра и послезавтра. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». О спорте. Из Барнаульского «Динамо» ушло несколько сильных футболистов. Нападающий Александр Яркин заключил контракт на два с половиной года с белгородским салютом. В составе молодежки Ростова отправился на сбор высокий центральный защитник Александр Жиров. Перед Новым годом Веневцеву, Завьялову, Шабалину и Бескишкину объявлено «Динамовским» руководством, что в их услугах команда не нуждается. Красноярский нападающий Иван Горюнов тоже ушел. «Динамо» вышла из отпуска и всю неделю занимается физподготовкой. Юрий Борлис впереди о других значимых спортивных событиях. 470 спортсменов на несколько дней оккупировали бассейн спорткомплекса «Обь». Аж простым людям. Мест нет половину дня. А так гласит объявление на входе. Участвуют два возраста ребята, что мечтают попасть на фестиваль под названием «Веселый дельфин» и те, кто могут попробовать свои силы на первенстве страны в Волгограде. И вот Кубок Сибири – второй для них по важности. Крупнее и масштабнее в этом возрасте нет. За 19 лет проведения здесь выросло несколько поколений известных в России и мире пловцов. Роман Слуднов, первый в мире, выплывший из одной минуты 100 метров кубрасом, получал мастерский норматив здесь. Вот и сейчас, молодежь, все туда же. Я хочу хотя бы добиться мастера спорта, выполнить и поехать на Олимпиаду в Сочи. Как считаешь, это для тебя реально? Я думаю, да. Если думать об этом и хорошо заниматься, я думаю, можно этого достичь. Сейчас-то сложно выбраться в европейскую часть России, финансово имеется в виду. А что говорить про 90-е годы? Тогда вообще никто не думал о спорте, поэтому и пришлось вот эти соревнования изобретать, так скажем, да, для того, чтобы ребята могли между собой соревноваться, конкурировать, чтобы у них было больше стартов. И это вот как раз дало большой плюс в росте их результатов. Из заметных результатов первого дня Кубка Сибири – старшие девушки, 100 метров на спине, минута 0,05 и 4 сотых секунды. Бейчанин Казанцев удачно проплыл кролем, 100 метров батерфляем – Роман Чук, 58,92 сотых секунды. Соревнования закончатся в субботу к обеду, бассейн откроется для всех. Юрий Борлис, Алексей Фризин, информационный канал «Город». И о погоде. В субботу на Крещение в краевой столице будет морозно. Ночью столбик термометра опустится до 29 ниже нуля, днем до минус 20. Не пропустите завтра в эфире итоговый информационный выпуск. Татьяна Голубева вместе с Любовью Березиной, директором драматического театра, обсудят некоторые важные события уходящей недели. Отличных вам выходных и с великим православным праздником!